Ну что ж, всем привет, друзья, мы возвращаемся на квалификации ВСГ в Казахстан. Вот, видишь, какая у нас синергия. Говорим с любовью. Да. Команда Cyber Dogs против Fire Falcons. С предыдущим противником Cyber Dogs довольно простенько расправились, при том, что им тогда не отдали ни мипу, ни бруду. Да, ну вот, как раз с Хускаром они неплохо так закончили стадию драфта. Да, собственно, к чему, им не отдали ни мипу, ни бруду, а в этот раз им отдали бруду. И как оно теперь пойдет? Ну, интересно, потому что они забрали шейкера, к тому же. При том, я так понимаю, в Fire Falcons еще успели даже просмотреть прошлую игру, потому что вижу в бане Акса Ио. И мипа забанили? Ну, в бипу-то да, но я имею в виду Акса Ио, которые играли на предыдущей карте первой. Так что, явно проверяли. Нет, ну есть, конечно, шейкер у них против Брудмазера. Казалось бы, этот персонаж очень хорошо противостоит. Просто одним их исламом убивает все, ее и пауков. Но, как бы, здесь все будет упираться в личный скил игрока. Да, для этого нужно очень сильно выиграть свои линии, потому что, ну, вспомним Феникса, который так и не достиг шестого уровня до конца игры. Да, особенно мне запомнилось, у меня такой флешбек пошел, когда Шторм Спирит пошел гангать Хускара с четвертым уровнем. Ну, да, типа такого, и, как бы, кого бы ты ни взял, все равно будут определенные трудности, если ты не сможешь задоминировать, не сможешь выиграть свою линию. Ну, будет видно, как пойдет на этот раз. Ну, явно Собердоги, мне кажется, все еще настроены на пустую игру. Да. Пикай, Брудмазер, первым пиком. Ну, вот по поводу Тинни, еще что стоит сказать, так этот персонаж, который будет влетать в этого же Шедоша Мана Шейкера и уничтожать их без проблем, много урона должно влетать от Тинни. К тому же, если он еще купит какой-то условный Дейдаус, то вот этот молодой человек просто будет уничтожать с одного, по сути, дерево. Два-три удара, точнее, два удара, плюс выброс в шинное дерево. Вот тебе убийство любого персонажа команды Fire Falcons. Ну, любого, конечно, сказано. Не, мне кажется, любого. Ты увидишь просто. Ну, не факт, конечно, что... Любого? А Кентавра он убьет? Да. Я же говорю, вот сейчас, чтобы Fire Falcons не взяли, хоть Кентавра, хоть, не знаю, Тетчиса, любой персонаж, он, блядь, Тинни с Дейдаусом. А, Дейдаусом я просто пусил в момент. Ага. А я-то думаю, что ты так удивляешься? Убьет, да? А Кентавр? Да хоть Кентавр, хоть не Кентавр. А мне кажется, не факт, что Кентавр все равно Бумер. Бумер? Ну, с учетом того, что будет определенная вещь у Кентавра. Нет, ну, ботинок, конечно. Ну, Дейдарас. Да даже видно, Дейдарас. Дарк Виллов пока что забирается для команды Cyber Dogs. Ого. Давно мы этого персонажа, кстати, не видели особо. Я тоже сейчас понял. Да. Ну, реально, он как-то... Так, наконец-то. Отступил от меты. Наконец-то. Как оно... Вступало в мету, помнишь? Угу. Насколько часто это было в каждой игре. Прям знаешь, с Врейскингом. И, кстати, я так понимаю, не отправится с Тинни. Это одна из этих немного староватых уже статегий. Да. Стороватых, в скавычках, двухмесячной давности. Хотя, Дота, у меня такая тенденция роста, что все, что было там 2-3 месяца назад, это уже очень старая вещь. Да, касательно Доты я же имею в виду. Это уже никто не вспомнит про кого-то. Пуджав центр против Shadow Finda. Только вот фаги. Да не было такого, в принципе. Тайт Хантера про него тоже мог бы никто не вспомнить. Ну, вот, конечно, Fire Falcon сейчас. Ух, мне кажется, не очень идея. У них три ультимейта с кулдауном больше 150 секунд. Что с этим делать с кулдауном, когда у врага брудмазер, который будет тебя бежать и грезти, у которого кд порядка 20 секунд максимум. И что они хотят сделать с этим реведжем, самое интересное? Ну, дать. Все. Урон отодаврят им летит, мы не видим корпуса. Вот еще и Дизраптор заходит, поэтому как только Тайт Хантер будет запрыгивать и давать реведж, у него-то не получится. Нет, сейчас мне пик стал меньше, нравится. Fire Falcons. Ну, вот, необходимо еще два корпуса персонажа здесь увидеть. Ну, хотя да. И только тогда мы сможем сделать какие-то свои выводы, возможно, они будут как-то обусловлены. Но сейчас можно обусловить и объяснить их плохой пик только тем, чтобы длительные кулдауны. Конечно, Рада, раз в 150 секунд ты можешь убивать брудмазер. О-о-о! Она не убежит. И то не факт. Нет, погоди, если шаман зацепит, то она уже не убежит. С условием Ахаслэма, с условием реведжа. Нет, ну команду Цибер... Хикса, сетки. Команду Цибердокс тоже не стоит списывать с щитом. У них есть... Не, ну так там это все быстро можно прожать. Я имею ввиду, если все скомбинировать, то... Ну, не уверен. Я бы даже с тобой так... Ну, под реведжем как ты будешь спасать свой брудмазер? А он дастся? Очень неприятно. Ты как-то сильно далеко забежал. Блинк. А еще и Манки Кинг, который палку тает. О-о-о. Лишь бы не по тиммейтам. Как мы это часто видим. От Манки Кингов. Не знаю, ч... Манки Кинг против брудмазера. В центре, насколько я понимаю, будет стоять. Но у него там не будет никакого шанса на победу. Очень тяжело этому персонажу. Конечно, против бруды. Так это если он будет стоять на центральной линии? Тайза можно поставить. Шейкера можно поставить. Пока есть кого поставить, кроме Шедо Шумана, конечно. Его нельзя ставить. А он такой, типа, молниями бац-бац по паучкам. По семи максимум. А его еще сорок грызят сверху. И брудмазер. Да, это уже детали. Лайф-стиле разобанили. Маловажные детали. Сайпердоги. Подумали, что вот под тех персонажей, которые сейчас у Fire Falcons, они вот максимально могут прыгать в драку. Посмотрим, насколько их вот этот влет будет для них успешным. Ну, тут, кстати, если все скомбинировается действительно, это выигранная драка. Для Fire Falcons. Да. Нет, вы серьезно? Ну, на самом деле, я просто готов поставить все над Сайпердогс, что Fire Falcons, даже дав все свои ультимейты идеально, они не смогут пить Сайпердогс. Почему? Первое. Есть Дизратор. Ты под него особо не прыгнешь. Получишь статик-шторм. Ну, пока. Как ты не успеешь прожать кнопку, блин, до того, как он прожмет свое? До того, как стало известно. Легко. Ранги игроков я посмотрел? Не, ну если... Мы же сейчас не говорим про пики просто. Мы не говорим про личное мнение. Да? А, абстрактно? Да. А, ну, Fire Falcons теоретически могут показать, по крайней мере, игру хорошую, но при этом вряд ли они смогут победить. Ну, контроля у них хватает, в общем-то. Хотя некоторые довольно большие, опять-таки, кулдауном, но в целом есть чем ловить. О, посмотрим, посмотрим. Просто там такой прокаст, Дизраптор и Дарквилл могут случайно совсем отлетать. Как бы... Мимо пробегая, скажем так. Да, вот Лина, как раз-таки, не знаю, куда она пойдет. В центр отправлять ее против Бридмазера не особо хочется. Не самое лучшее решение. Можно отправить ее в, скорее всего, оффлей. Может быть, да, но похоже на то, что они хотят ее отправить на центральную линию. Не знаю. Тем самым заруйнить эту игру. Ну, видимо, она... Палки, как говорится. А кого они поставят? Ну, есть Тайтл, есть Шейкер, есть Макаро. Просто, ну, сделают где-то они. Надеюсь, по крайней мере. Вот Шейкер встает против Бридмазера хорошо. Он ее, вроде как, и не убьет без шестого уровня. И пока она, конечно, не подбежит к нему вплотную с пауками, Савдой Пауков. Тайдана просто-напросто не пробьет. Он настолько толстый, что купит в два... Хотел сказать щитка. Я чуть сам себя не загнал в яму. Тролль. Ну, вот Тролль. Вот это уже сильный физдепейсер. К тому же будет помогать Тинни и Бридмазер справляться с их недостатком скорости атаки. Ну, особенно Тинни. Бридмазер еще кое-как там, ну, пацан был уровнем получит талант. Мистера Дака. Оранжевый ник. Видел? Нет. А-а-а. Так он еще лину не видел. А, взял. А, ну, видишь, FF стоит. Это фастфиниш. У него никнейм красивый. Для нас, по крайней мере. А вот как он с этим персонажем справится. Он, кстати, Капитан. Я думаю, что Капитан все-таки будет играть на какой-то саппорт позиции. Хотел тоже сказать. Да. И, конечно же, Тролль также Капитан будет играть, скорее всего, на какой-то саппорт позиции. Да, хотелось бы его никнейм сказать, но не в прямом эфире. Это не очень. Ну, значит, все-таки по всему, не будут они играть на саппорт позициях. Если, конечно, уже дело совсем далеко не зашло. Нет. Ну, я верю в Fire Falcons. Все-таки, что у них Лина будет не кором. А, Тролля? Плохо, что... Нет. Тролль. Даже, даже, даже саппорт Тролль. Вдруг-то оригинальная мета такая. Брать, казалось бы, корт персонажей в саппорт и так обыгрывать. Посмотрим. Знаешь, я уже в последнее время вообще никого со счетом не списываю. Вот, любая команда может нас удивить. В принципе, на прошлой карте, вот, J1KZ мы это увидели. Они реально нас удивили. Не в лучшую, правда, сторону. Но ребята старались. Ребята молодцы. Стоит им дать небольшой заряд мотивации, дабы они играли больше и тренировались. И рано или поздно они все равно куда-то отберутся. Да, завтра, послезавтра, послезавтра еще есть шансы успеть все это дело сделать. Да. Ну, вот сейчас самое главное пересмотреть реплей, понять, где у них были ошибки. И вот выяснить их. После чего взять всю свою волю в кулак, всю свою мотивацию играть в Dota 2. И пойти просто, знаешь, зарегистрироваться на SMZone, зайти с таким важным лицом, и с таким же важным лицом развалить. Красиво сказано. Лагает. Эх, 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 эх. Лагает. Ну, бывает. Не у всех у нас не бывает лагов. У меня тоже иногда бывает. Не только с компьютером, но и с восприятием этого самого божественной машины. Ладно. Не в ту сторону мне принесло. Так, смотри, мы можем, да, мы можем немного... Ты уверен, что этот Тейт Хантеру откупит блинк? И нажмет на реведж? У него стоит тоже блинк. Биг Бай. Удача, в принципе, как говорится. Тяжело. Тяжело, чтобы то не было сказать, поскольку мы видим щиток на Тейт Хантере. Понимаем, что молодой человек, возможно, будет играть без Кракеншоу. Окей, где он? Кстати, так делают тоже. Да, кто? Нормально. Нет, я не помню, какая команда. Даже не одна. Я тебе даю 24 часа, чтобы скачать реплей на высоком уровне команда. На высоком, я просто помню точно, что одна из команд так делала, просто из-за того, что на первых повлах они не качают Кракеншоу. Ну, то есть, по сути, нужно как-то блокировать урон. Нет, помню, я сейчас какие-то опорные. Даже туда, комментаторы, собственно, тоже сначала. Нет, ну вот, ты сказал, пока не Кракеншоу. Сейчас у тебя вопросы есть. Ты сразу не заметила, я подумал, что ты так поверенно продолжаешь гнуть свою линию. Нет, ну, да. Мы можем сейчас уже наконец-то увидеть, кто куда будет собираться идти. Ну, не на миде, на миде это шейкер. Против лин. Либо нет. Я просто окей, окей, шейкер. Саппорт. Пока что бегает, саппорт, лина на центральной линии. Я же говорю, видишь, они... Ну, читаем, это было почти что-то, что лина все-таки пойдет на мид. Да, ну вот сейчас будут забираться бантируны со стороны CyberDogs. Должны не контролировать абсолютно все. Вот здесь. Мантикинг хочет на всякой джунгу мастере. Он руну не забрал при этом. Так он пока хочет просто морально задавить своего оппонента. Почувствовал себя напряженно. Ну и три руны в итоге забрали. Сидокс, это лина против бруды на центральной линии. Кто нас там еще интересовал? Они четыре лин. Так, ладно, даже четыре. Да, четыре руны. Ну вот так вот, видишь, раз там уступил, ну и все, все четыре отдал. Да, вот в центре лина, конечно, до того, как брудмазер у нас стакает пауков, будет стоять более-менее неплохо, но только у брудмазер появится просто вот эта тьмущая пауков, которые будут бежать и не перебивать. Ну, то есть, две минуты там еще есть в лину, понимаю. Ну, вот на верхней линии так кантер стоит вместе с шейкером. Нет, не работал. Интересно, почему? Ну, должен будет тогда однажды, зажимает уже, впрочем, здесь все-таки, как кантер настукивают, но спасает его, пакировка урона. Ой, ну шейкер отлично стопит, здесь тролля, тролль только-только использует танк, дабы выбраться из этих деревьев, хотя можно шейкера на развороте поцепить, шейкер бежит по самой лучшей траектории. Не было никакого контроля по нему, можно было бы депортаться, но он погибает. При этом тэдхантер тоже подставляется, работает, конечно, щиток, но не работает. Вообще, фиссура хорошая была, шейкер, я уже не первая. Она у меня также была неплохая. Опа, а там дабл убийство на нижней линии. Ого, красиво, Манкикинг. Еще и Тинни, Тинни, Тинни пытаются разменяться с Манкикингом, догнать бы его как-то, здесь такие, о, флешные, Файр Фалклус. Тут просто два крипа могут развалить. Ну, как бы, да. А там еще Дарквиллу подходит, будет ли кусты, будут ли кусты. А, нет, 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 нет. Скажется, без этого. Ну, да, он, что находится, способность Парамбл Мейз. Ну, интересно, что нам будет показывать, что на верхней линии Хантер вместе с Шейкером смогут тебе не забрать роля Юль Дезератора хотя бы один раз. Но в центре Друдмазер мы сможем посмотреть на нее. В принципе, она мне нравится, как бывает, что Шик Шуман внизу. Все-таки Дарквиллом сумела его забрать при помощи Барамбл Мейз. Красиво. Вот пока. Две пищи золотом за команды Цайбердокс. Два-три еще. Да, ну и кулков толком не заберешь на линии. Нужно еще. Да, ну вот Дракон Слейф, конечно, накидает. Да, искать нормы еще ловень, да. Ну, ты, блин, даже не слишком большого. Станом тоже не попадешь толком, потому что Друдмазер бегает к сумасшедшим. Я просто не знаю, почему нельзя им было забрать, оставить Шейкера, либо ты с Хантером и Добрать просто очень-очень сильного, ой, точнее, в центре оставить, а Добрать во Флэйн какой-то супер персонажа, который смогут справляться со своими оппонентами. Знаете, мне пока команда Цайбердокс варвит, она хорошо, 4000 преимущества на 3-й минуте за ним. Я предлагаю, наверное, даже на общую ценность, по сути, ну, где-то, ну, там, можно путиться, Алина, вау, немного обходят в бруду, однако, не мешает ей умереть, да. Да, вот такой брутмазер, как раз таки, такой персонаж, из которого ты по лесам особо не замантишь, она от деревья вообще не чувствует, не ощущает их. Не блог, что ли. Я, наверное, объяснил всеми возможными по словам, почему брутмазер против людей хороша. Троль фармит. Вот троль, конечно, здесь имеет все шансы на то, чтобы купить быстрый какой-то, не знаю. Фейзви он будет собирать, возможный батл фурин, погибать линия специально. Так вот, троль, думаю, будет собирать батл фурин, поскольку есть у него... Хотим ли? Ой, я все перекутал. Если бы у него был бы пауэртрат, то он купил бы батлфурия, если у него есть фейсбуки, то он будет выходить... Ну, посмотрим. Председание. Коллапсом. Это не подсказание, это стопроцентный вариант просто. вот так вот на бродмазер центре пока что захватила тотальную доминацию забыл дамажем ее сторону даже не дышит где-то возле этой вышки на забирает своего врага в любом случае пока особо не пушит однако конечно очень удобней ценности я включаю 70 там у него покрепами тысячи золота всего лишь на руках да немного страшная картина вот и шейкер который подошел дал стан ненадолго пупик мазер даже паукова злось уничтожить от однако правда брутмазер саму не поймать как фиссура не особо мешает на спиале побегала еще назад по ней да вот принципиально погибших за шуманку внизу интересно захотят ли они пойти дальше ну вам нужно сейчас что делать под мазер играет нереально пока вот исполнительница бердокс мне очень нравится ребята действительно молодцы уверены их игра 2 причем 7000 преимущество на 6 минуте мы видим только они находятся по общей ценности в графике единственному дизраптору необходимо немного золота подфармить у нас вся команда собердокс будет находиться на 1 струхочек как было принципе на прошлой карте сколько я помню вот ну вот по поводу ленингры погибаем на 1 стойка товар вверху будет проседать все таки давай я был прав я просто супер трон я знаю приждут письмо ты говорил саши яша уже поздно название ошибся в слове килинг спрей стараюсь на первом виде что-то шаманов как его убивали длина в это время мы уже знаешь если бы мне было бы возможность переключать одновременно внутри карты на 3 линии и дневного убийства вверху вверху вышку должен забирать дизтроль вместе с дизраптором дизраптор станет замыкающим персонажем команды цебердотс который сможет находиться по общей ценности выше чем вся команда оппонентов включают кэри и миниранаж который погибает ну по поводу вот верхней линии шейкера шейкера бьют гликсуют сюда дизраптор но то забрать шейкера не смогут поскольку уторвляя здоровья не особо много есть конечно feeling self стоит его выпить за любовь за счастье за радость 11000 преимущества все еще растет она будет происходить на верхней линии поймать бы хотя бы дизраптора будут неплохо но там погоня за каким-то более сладким за троллим на утром как раз таки покупают у себя как маску погибаем внизу давай давай забирай вышку тени давай деньги этому дизраптору мы хотим посмотреть за его общей ценностью чтобы вверху того забрать прям вообще все круто для этого дизраптора молодцы молодцы на цветок тролль как только купит для себя москов поиграть пойдет сразу же фармить на яшу там уже можно и расшатку забрать принципе на чаш это все та же стопроцентная гарантия до умирают да вот еще здесь погибит шикер ай-ай-ай даркило не дают последний удар стараясь работает хорошо можно можно шекер отправиться в таверну свои удары без автора пытается разобраться с ним и благодаря этому превосходит ее по преимуществу линия очень больно там стихи и урна уже есть все подокс позже мой в таверну почти что все герои cyber dogs на верхней линии за ты один противника да но вторая игра как-то для дур попроще будет ну по преимуществу дан что касаемо цифр посмотрим как будет по времени между да вот мазар она уже диктуру блэйдом совсем скоро появится соблюдание особо торопится на самом деле есть кушать хотела команда о еще и погибает на тежный раз на 5 его смерть тяжело этому молодому человеку на этой карте противостоять такому сокрушительному коллективу там очень-очень круто смотреть за исполнением стороны тьмы и центр вновь прилетает окси если рэбидж 2 же еще нет пятый уровень и вот так что-то знакомый ситуация как с фениксом потому что карте но здесь вот это дело стоит получше так честно не копается уши пикера главный вид пока что сайдхантера пробивает ой как же много урона улетает залетает последний неделю убили с книгой не будет книги в итоге шейкер пока что тоже без ультимейта как он сейчас был нужен шейки теперь просто вручную начинаем подмазать как удалый рост а попал там для паса ну то маловато маловато для того что я чтобы не нанести урон этот мазан но монтикинг при этом отправиться повернул если вы только к нам подключились и думайте что я включил неправильной графики сбалансировал что одна команда нет поскольку пикером опам а вот это время на сцепла вывести но только рэвидж появится погоди нет рэвиджа нет ультимейта у шейкера на то есть наш смысл не был хочу тиммейтер главный как они могут выигрывать я просто думал я включил тайга смотрю у него одни стики он так на книгу разовился оказывается предметы шейкер тоже сейчас себе книгу первых несет теперь будет война за книгу война и мир новый том тролль берет талант вот яша побежал на рошана неплохо он ждет я творил он убьет пока я эти брошки справиться с крынголовым пока смешно стало шейкеру возможно это у него забрал на курира еще нет это он написал 3 разе минута ради тимати ипчик на 50 залетел вон в ответ дезраптору баланс все-таки существует забирают рошана в итоге седоки собрались там даже ветерам полю волю и сейчас будет тит понимаю пробовать заканчивать ступы игру дезолятор в это время будучи подлетает бурдмазер потому что так все хорошо я понимаю есть лифту зам также помимо этого да вот пока пингует команда fire falcon нужно оборонять вышку снизу думаю что она прям так критично смогут так и есть видишь туда передвигается именно команда седоков сказал что команда цедок файр файр фалконс банально не мог туда пойти поскольку нет у них ультимейтов что у шейкера что-то и дам вот тайт получается что по заметный уровень можно шить сейчас курьер появится смотри вот это тайминг ну что давайте топить теперь за команду файр фалкон заходит по нижней линии собер допах тема это есть тема это есть у шамана правда нет ноги не страшно шаман жертвует экспириан своим союзникам добыть я получили быстрее опыт ой-ой-ой драка разделил немного нет пока что он неплохо так срезал урон паукам там порядка 50 до 50 процентов снижения реально пауки вообще ничего не наносят хоть их тысяча будет все равно урон будет крайне махало лопа папа папа закидывает клинулина погибает не отлично сыграно идеально забежал молодой человек на тайт-хантре хотят дать рыбать таких байки окей а шейкер шейкер хайдхантер они байбэк скорее всего разобрался куда за с ним все еще не дали свой ультимейт хотя рыбы же нет окей не получится комбинация дали но сейчас сейчас быть здравствует изратора шейкер хочет дать ультимейт не дал захотел тяжело очень тяжело команде так мы теперь ждать блинка на деле повторюсь на это уже в четвертый раз зайду вера здесь всегда необходимо да и вообще в любом деле чем занимался главной дверь а там получше не получится сюда бы еще и сюда бы еще 30 тысяча приступим бриуса за царь бог на второй карте подряд классное исполнение man pink все у меня сам приду дерево но это был тост и тиме а то ищи погибает можно броника можно бросать и не бросает тост и в это время сюда туда-сюда 1 на принципиально если зациклит роли он конечно отправит таверну импровизированную душа мана просто не было сейчас вот святыню вот примерно так обрывать утра и по четверым даже не хватает шейкер шейкер должен здесь ворваться шейкер должен бежать мобилим все его тимеет ворманующий тролля забрал при этом красавчик получил так как это принимает люди джеки длина заиграть я на самом деле при таком шейкере который зашел убил тролля забрал пауков не писал трон добить да там здоровье у трону остается очень мало буквально ну да спасибо контроль удачи игры там cyber dogs побеждают во второй игре правда в этом трассе им понадобилось больше времени выиграть мы поздравляем будем ждать следующего матча на квалификациях в с казахстан да возможно даже не с опердогами уже дам кейлог есть не при не не отключайтесь мы вернемся совсем скоро